Покровительницей в следующем году будет белая металлическая крыса. Если вы в поисках оригинального и вкусного новогоднего меню, то непременно обратите внимание на данный рецепт. Хочу напомнить вам о шикарном традиционном праздничном салате и приготовить селедку под шубой на год крысы. Оформим блюдо красиво и символично, в виде символа будущего-то тема. Ингредиенты можно нарезать кубиками, но мне нравится использовать терку, благодаря чему салат получается необыкновенно нежным и очень вкусным. К украшению можете смело подключать деток, им несомненно этот процесс доставит большое удовольствие и кучу положительных эмоций. Сельдь 1 штука слабосоленая. Морковь 1 штука вареная. Лук 1 штука. Свекла 1 штука вареная. Картофель 2 штуки, сваренный в кожуре. Яйцо 4 штуки вареное. Соль по вкусу. Майонез по вкусу. Количество порций 8-10. Подготовьте все ингредиенты. Все овощи, кроме лука, яйца заранее отварите и дайте остыть. Яйца очистите, отделите белки от желтков и натрите их на терке. Все овощи очистите и натрите на крупной терке. Лук нарежьте кубиками, если используете обычный лук, то ошпарьте его кипятком. Сельдь разделайте на филе и нарежьте небольшими кубиками. На плоское блюдо, желательно прямоугольной формы, выкладываем салат слоями. Каждый слой смазывайте майонезом и подсаливайте по вкусу. Первым слоем положите картофель. На картофель выложите разделанную селедку. Затем идет слой нарезанного лука. Сверху равномерно распределите морковь. Затем идет слой тертых белков. И завершает салат слой свеклы. Свеклу распределите не только сверху, но и с боков. Смажьте салат со всех сторон майонезом. Ложкой или лопаткой придайте нужную форму и символично украсьте, как подскажет фантазия. Я сделала из маслин нос и глазки. Из зелени хвост и усы, а из яичного белка получились ушки. Селедка под шубой на год крыса готова. С наступающим!